Радио НВ Я сейчас вот смотрю у нас в новостях, за вами по экрану показывают Владимира Балуха, к счастью вернувшегося домой, к счастью вытащенного из-за стенок действительно заложника Кремлевского. Ребята вернулись, 35 человек, мы об этом продолжаем говорить каждый день, вспоминать, потому что это действительно одна из, наверное, самых больших и самых важных новостей за последние много лет. И вот не так давно один из освобожденных, Олег Сенцов, сообщил, что мало что изменилось за те пять лет, что он отсутствовал, за те пять лет, что он сидел в тюрьме. Хотел у вас спросить, а вы с этим согласитесь? Вроде бы столько всего произошло за пять лет, вроде бы такой вал событий, вот мы даже с вами, как чисто профессионально, не всегда успеваем за всем угнаться. Или это какая-то такая сиюминучина и в глобальном плане как раз-то за последние годы ничего и не изменилось? Ну, кто я такой, чтобы не соглашаться с Олегом? У него ведь совсем другая призма, он через другую призму смотрит. И поэтому, как бы мы там по разным причинам могли соглашаться с ним, не соглашаться, не прислушаться к тому, что он говорит, ну, было бы глупо, по крайней мере. И у нас есть уникальная возможность услышать человека, который действительно был там и был так, как никто из нас, дай Боже, не будет. Вот. И да, это точка зрения очень сильная, такая отрезвляющая. А с другой стороны, ну, разве те же выборы не показали, что население тоже считает, что пять лет прошедших не здорово что-то изменило. Да, и поэтому проголосовали за гораздо более радикальные изменения, которые, как показалось значительному большинству украинского избирателя, ну, связаны с Владимиром Зеленским. В этом смысле, как бы, да, совпали точки зрения Сенцова, который был там, и украинцев, которые здесь. Не все, безусловно. То есть, все-таки, действительно, мало что изменилось. Вот вы говорите о том, что, собственно, и выбор украинцев показывает, что они во многом согласны с Олегом Сенцовым. А каких изменений ждет избиратель? За что он голосовал, что он требовал, отдавая свой голос за Зеленского, а потом за его партию? Ну, избиратель Зеленского тем и уникален, что там кого только нет. Это некий Нойв Ковчег, на самом деле. Там люди с совершенно разными желаниями, ожиданиями. Но вот уникально то, что Зеленский их как бы объединил. На время, наверное. Это вопрос. Вообще большой вопрос, что произошло. Но то, что хотел бы видеть здесь, наверное, Олег Сенцов, он хотел бы видеть побольше разницы по сравнению с той страной, откуда его только что вытащили. Вот мне так кажется. Понятно, да. Политические заключенные, полицейский произвол. Это мы понимаем, это мы выносим за скобки. У нас с этим не очень было так, как в России все годы, извините, даже и при Януковиче, и раньше. Это все-таки наша некая такая специфика. У нас больше свободы. Ну, ему, по всей видимости, хотелось бы еще наглядней, необратимей. Да, и, по всей видимости, я думаю, что вот это на это. Вы знаете, я вот общаюсь достаточно. Ну, извините, извините, я еще вот просто допомню, да. Где мы его в последний раз увидели? Мы увидели на форуме ЕС, где он стоял рядом с кем? Он стоял рядом. Опять же, он стоял рядом с Кучмой, опять же, он стоял с Вечным Кучуком и так далее. Что-то сильно изменилось. Все те же физиономики, которые были когда-то. Их еще вот действительно, как инородное тело, вот он стоял, все это подчеркнули, насколько он от них вообще как бы даже вот цветом, который от него исходил, вот даже, ну, просто, ну, я не знаю, как фотографы отмечали, он цветом отличался от них всех. Ну, может быть, потому что, извините, он из тюрьмы, а не из ресторанов, из Крита, там, ну, Крит, наверное, это дешево, там, какие-то там тоже своего рода Мальдивы, там, дорогих курортов, где загар, а у него загара нет. Я вот общаюсь достаточно часто с Викторией Ивлевой, нашей коллегой, которая как раз помогала и морякам, которые находились в заключении в России, и Олегу Сенцову чем могла, помогал. Сейчас ее товарищ тоже вот тот человек, который всячески помогал ребятам, Котов его фамилия оказался сам за решеткой. И я, конечно, когда с ней общаюсь, я понимаю, что невозможно сравнивать Украину и Россию сейчас. Это, ну, абсолютно никак не пересекающаяся реальность, ну, вот кроме войны. Единственная реальность, в которой пересекаются, это война и вот заложники. Поэтому, не знаю, мне кажется, что вот, Олег, я не берусь судить, но мне кажется, он не мог бы сравнивать сейчас то, что происходит в России с тем, что... Хотелось бы, действительно, когда чуть-чуть вот уляжется, наверное, сейчас бы я бы все-таки не дергал, все хотят, наверное, да, но все-таки немножко... Когда уляжется, все-таки с ним вот так глубинное такое хорошее интервью провести, я бы с большим интересом послушал, вот что он вкладывает в эти слова. Я, конечно, безусловно, я тут как бы своих чертей набросаю, да, мне кажется, что, к сожалению, не сильно далеко от Ползлимы, от этой пропасти, да, от этого общего такого... Затягивающей воронки постсовка. Мне кажется, мало еще сделано. В принципе, почти ничего. Что должно быть сделано, чтобы вы сказали? А вот теперь, да, вот теперь понятно, что назад к совку, назад к там, к тирании или хотя бы к диктатуре уже дороги нет. Теперь мы совершенно точно идем к европейским ценностям, теперь мы совершенно точно уже понимаем, какие цели мы преследуем. Что для этого должно произойти? Ну, это, знаете, я не могу назвать что-то раз, два, три, четыре, пять. Это некое ощущение, да, и вот оно где-то прорывается у Зеленского, а иногда наоборот выскакивает. Да, вот казалось бы, другая совсем стилистика. Отсутствие этого там традиционного пуза и галстука, да, нарочитые эти гольфы или рубашка с открытым воротом. А тут раз-раз смотришь и включил Лукашенко, да, в самых худших традициях, как бы, постсоветской номенклатуры, да, или вот то, о чем говорят, да, когда парламент вдруг превращается в место, где не место для дискуссий, да. Это, казалось бы, да, принимают какие-то вещи, которые не могли принять долгие там годы. Говорили, как трудно, это как-то невозможно. Тут пришли вот эти ребята, такие, в принципе, многие из них реально с улицы. Раз и приняли. Здорово, здорово, да. Ну да, это сопровождается тем, что, ну да, есть некое опасение, что это может немножко перерасти. И вот этот бешеный принтер, я напомню, что это российское выражение, которое касается Государственной Думы. Этого бы, конечно, не хотелось. Вот, кстати, мы здесь обсуждали, в том числе и с нашими с вами коллегами, что есть как плюсы, да, вот теперь можно консолидированно голосовать, можно не оборачиваться на интересы каких-то там, я не знаю, финансово-промышленных групп, которые через там Раду пытались повлиять на принятие тех или иных решений. Здесь вот очевидный плюс. Но, с другой стороны, очевидный минус. Монобольшинство может путем каких-то картельных сговоров внутри себя, путем преследования собственных каких-то интересов голосовать не в интересах нации, да, не в интересах государства, а в интересах каких-то конкретных лиц, которые что-то там могли нашептать даже не всем этим депутатам, а там, я не знаю, наиболее авторитетным из них. Ну, смотрите, пока, давайте все-таки напомним самим себе, что это и ради сколько? Две недели. Ну, это вообще, это чепуха, тьфу. Да, за это время уже столько всего сделано, и вот все те опасения, они абсолютно, ну, правильные. Не хватало бы, чтобы мы такие были, задрав штаны, бежали за слугой народа, да, не хватало еще, да. Но в любом случае это начало, да, и когда мы, вот мне недавно понравилось выражение, кто-то сказал, слуги народа как всегда. Ребята, какое всегда? Ну, да нет, у них всегда. Они еще сами не поняли, что они такое, да, вот. Вот, поэтому иногда в своих оценках мы немножечко как бы торопимся. Вот, честно говоря, им самим пока непонятно, что они такое. Безусловно, обращают на себя внимание то, что каких-то институциональных предохранителей вообще-то практически нет, да, то есть все предохранители у них внутри. Вот, я как раз об этом хотел поговорить, что, а в случае, если вдруг мы поймем, что речь идет к узурпации власти, если мы поймем, что эти люди пытаются так или иначе выстроить диктатуру, что мы можем противопоставить? Нет даже какого-то консолидированного, консолидированной оппозиции в Верховной Раде, которая могла бы в случае чего объединиться и поставить какой-то законодательный препон на пути к вероятной диктатуре. Опять же, я не утверждаю, что это произойдет. Я просто вот строю предположение. Что делать в этой ситуации, если у нас нет никакого института предупреждения такого рода развития событий? Ну, давайте так. Ну, во-первых, давайте пункт первый. Все-таки, когда сейчас говорят об узурпации власти, немножко у нас сейчас модно неправильно употреблять слова. Это тоже неправильно употреблять. Какая узурпация? Все-таки это законные проценты, которые вручили законное количество депутатов. Да, их больше, чем у других. Ну, извините, это, так сказать, пожелания народа. Ну, и, извините, глупая позиция, которую заняло прежнее руководство, да, которая оставила мажоритарку. Мы помним, да, ее оставляли как как раз вот тот предохранитель, а он как раз работал против них. За счет чего слуга народа набрал больше. Ну, этому откатываемся туда. То есть, пока все в конституционном поле. Какие-то мелкие нарушения идут там в правилах игры, которые кому-то не нравятся. Но пока это все более-менее, да. Вот. Надежда на что? А. Безусловно, очень разный состав слуг народа. Там есть чрезвычайно приличные в профессиональном и моральном плане люди. А есть совсем наоборот, как сказал сам Андрей Богдан, глава офиса президента. Вот он в интервью BBC Украины, я прошу прощения, что вас перебил, сообщил о том, что есть там и сумасшедшие, и так далее, и так далее. Ну, давайте начнем с того, что нормальный человек в политику не пойдет. Как бы так вот. То есть, когда мы говорим сумасшедший, а политики, ну, в принципе, это немножко по дефолту. Так как по определению, да, по дефолту. Там есть чудные люди, да. Ну, я сейчас не хочу называть, как бы, вслух, но если я произвожу суперфамилию... Еще не хватало. Да. Ну, люди со мной согласят. Чудные, да. Это не означает, как бы, понятно, медицинского диагноза. Ну, такие чудненькие. Ничего страшного в этом, на самом деле, нет. Если они будут занимать, ну, нужное место и заниматься определенной, как бы, сферой, а какими-то сферами, которыми не нужно бы им с этой особенностью заниматься, не будут. Окей? Давайте так. Вот. То есть, все-таки основной, я бы даже так рискнул сказать, что основная масса, там, вполне вменяемые люди. На многие из них новички в политике. Очень много людей далеко не новых. Там очень много людей из волонтерской среды, из экспертной среды. То есть, пока вопросов к пониманию их и признанию того, что ценности демократии, это прежде всего, нет. И основания считают, что они их вдруг предадут, тоже нет. Мы сейчас вынуждены поставить запятую в нашем разговоре. Подходит время новостей и рекламы. Вернемся через несколько минут. Продолжим разговор. Леонид Швец, напомню, журналист, гость сегодняшней программы «Мое слово». Давайте о тревожных звоночках. Вы сказали о том, что просыпается время от времени в президенте какой-то Лукашенко. Есть некоторые странные заявления. Действительно, я с этим не буду спорить. Вот, например, что еще смущает? Смущает быстрый, срочный разгон Центральной избирательной комиссии. И вот пересмотр фактически в приказном порядке с таким трудом пробитого и принятого кодекса избирательного. Что происходит? Зачем вдруг понадобилось разгонять Центральную избирательную комиссию, которая, в общем, насколько я понимаю, в ход последних выборов вообще никак не вмешивалась. Ни на чьей стороне активно не выступала, но вот действительно следила за тем, чтобы был хотя бы хоть какой-то фейерплей. Ну, насколько я понимаю и пытаюсь как бы так протрактовать логику происходящего, ну, все-таки какие-то там отдельные претензии там выкатили Центр избирком по каким-то отдельным округам. Насколько они существенны и действительно как бы не просто первый попавшийся повод, чтобы распустить или нет, я судить не берусь. Пока же мне кажется, что главное было не то, как сработал Центр избирком на этих выборах, а главное пока для новой команды, насколько я еще раз говоря понимаю, они просто демонтируют сооружение прежней власти. Мы помним, как долго Петр Алексеевич пытался там провести своих людей, там шесть человек, там, ну, короче, чтобы иметь какое-то решающее влияние. Плюс там, ну, помню, шестеро, по-моему, если я не ошибаюсь, от БПП, трое от Народного фронта. Вот вам, пожалуйста, уже там большинство при необходимости. Другое дело, что люди себя вели относительно порядочно, как бы, еще раз говорю, не готов трактовать отдельные случаи. Вот, но, тем не менее, своего рода, ну, это не, как бы, ну, мина, возможно, да. Раз этих тащили, тащил Порошенко, самое большое недоверие новой команды, извините, к бывшим людям, представляющим именно вот непосредственных предшествий. То есть снести все до основания, в общем, по большей риске получается. Да, 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 все пока так выглядит, судя по всему, им нужны люди, которым, ну, я даже не готов говорить, что вот свои-свои, которые бы вот будут крутить, винтить в их пользу. Им важно, чтобы это не были люди, которым они просто не доверяют силу, ну, они просто чужие. Мы же сейчас по фракции видим, что там много случайных людей, которым, ну, доверять можно только с большой оговоркой, вот руководство, да, команды это. Где же они возьмут людей для того, чтобы рассадить на, ну, не только в Раду, не только там в ЦИК, а на все возможные институции, где они возьмут столько людей, которым они смогут безоговорочно доверять? Ну, смотрите, на самом деле потихоньку, как я вижу, к команде потихоньку как бы пристают люди, которые вчера еще не очень-то в них верили, да, вот, ну, я служу по тому же дипломатическому корпусу, да, Дмитрий Кулеба, да, человек, ну, в патриотичной позиции, которого в высоком профессионализме вообще никто никогда не сомневался, да, он сейчас в этой команде. То есть он счел, что да, судя по тому, что они делают, они не токсичны, с ними можно и нужно работать, он к ним пристал, да, для меня очень показательно то, что в команду к Зеленскому пришел, ой, господи, хотел быстро сходу сказать, Дубилет, да, Дмитрий Дубилет, то есть человек, который завтра на рынок выйдет мировой, глобальный, да, его с руками оторвут все его навыки в IT-сфере, да, диджитализация, знаменитая. Всего и вся, она, ну, это очень успешный человек с мировым именем, да, а он пошел работать в кабинет министра, значит, для себя он задал себе какие-то вопросы, ответил на них, что тут будет интересно, перспективно, после этого со мной не перестанут здороваться, да, то есть количество людей, которые так вот что-то для себя прикидывают и пристают к этой команде, оно растет, увеличивается. Поэтому мы видим, что на сладкое, ну, не на сладкое, наверное, да, но на потом явно оставили МВД, да, чтобы туда не соваться, вот прям сразу как бы, да, опасаясь того, что может получиться история, помните, как был министр здравоохранения Квидашвили, который командовал, по-моему, только своей секретаршей, вот и все, да, за стенами кабинета его власть заканчивалась. Там как были эти схемы с лекарствами, со всем остальным, так и оставались. Фактически был номинальный, вот вроде министр есть, вроде его нет. А что-то начало изменяться, когда министра так и не было, но зато было исполняющие обязанности, да, вот вам пример, как бы, да, поэтому, судя по всему, и нам клятвенно пообещали, что ненадолго остается министром Авата. Авата, безусловно, не то, что столб, столбище прежнего режима, да, но тот, который держит эту сферу, они туда пока не заходят, потому что не готовы перехватить рычаги. Будут готовы, они их подхватят. То есть еще продолжат, то есть я бы сказал так, экспансия слуг народа еще продолжается. На самом деле это что? Они только табуретки заняли, да, а те же схемы никуда не делись. Они приостановлены, все ждут, когда, кому, кто, кто первый клюнет, кому, у кого, кто первый дрогнет, кому понесем там, да. То есть это еще будет продолжаться. Ну, еще раз говорю, это у меня позитивная такая теория. Безусловно, может быть и негативная теория. А в вашей позитивной теории, или может быть это в негативной уже теории, есть место как раз вот уже, мы сегодня об этом говорили, финансово-промышленным группам, которые через депутатов, через ЦИК, через кабинет министров, через разного рода контролирующие органы будут решать какие-то свои вопросы. Ну, вот, например, компенсации каких-то потерь от авиаперелетов и так далее. Ну, безусловно, но за этим надо следить. За этим надо следить, дергать, отдергивать. Сразу вопрос, кто это будет делать. Желательно, чтобы это были люди в команде. Раз. Нежелательно, чтобы это были люди из старой команды. То есть, смотрите, тут Петрушка в чем? Причем, критика со стороны оппозиционной европейской солидарности, это БППО обновленная, да, она заранее воспринимается негативно. Даже когда они говорят, ну да, целиком вещи, с которыми нельзя как бы не согласиться. Но то, что это говорит, условно говоря, там Леша Гончаренко. У него, кстати, день рождения сегодня. Поздравляю, на здоровье. Вот. Это уже как бы застает, кто говорит, да. Смотрите, кто говорит. Да, вот, как вы думаете, сильно будут прислушиваться к Ирине Герасченко после ее заявлений о том, что ее коллеги по парламенту, отслуги народа, это Гитлер Югент или Зеленые Человечки? Ну, кстати, насколько я понимаю, очень многие с таким определением согласились. Я не буду говорить, что там какой-то значительный процент, значимый процент. Но многие согласились, по крайней мере, судя по тому, какую волну подняли эти заявления в медиа, в соцсетях. Согласились с чем? Вот ее с таким определением. То есть депутаты, отслуги народа, о которых она знает лично многих, да, она их называет равными захватчикам, которые захватили Крым. Депутаты, которых она очень многих, я повторяю, знает, которые работают в структурах по реформированию, которые работали там, не знаю, сотрудничали с многими государственными органами в то время, когда Ира была вице-спикером, да, которых она отлично знает, их патриотичную позицию, да, она их называет Гитлер Югендом. А зачем она это делает? Это какая-то игра заранее срежиссированная? Вы меня извините, зачем она это делает? Я скажу, зачем она это делает. А. Это желание побольнее ударить. Б. Это попытка спрятать свою беспомощность на самом деле, да. Я больнее ударю, это производит печенье, будто я вот, это замена действия. А. Сейчас оппозиция беспомощна. Это выдает беспомощность. И. Три. Уж простите меня, это характеризует руководителей ушедшей власти. Вот такой интеллектуальный и этический уровень. То есть, если человеку нужно объяснять, почему это нельзя употреблять эти слова, то не надо вообще ничего объяснять. Еще раз говорю, у нас идет девальвация слов. У нас геноцидом называют все, что не попадя, забывая о том, что такое на самом деле геноцид. У нас уже коллеги по парламенту в проевропейской, украинской партии, это Гитлер Юген. Ага, да, да. То есть, да, небольшое умозаключение, значит, Зеленский, это Гитлер. Ребята, вы идиоты. Ну, блин, я прошу прощения, я нахожусь в прямом эфире, я просто не могу выразить положенными средствами все, что я думаю по этому поводу. Но это закрывает полностью, вот для этой части оппозиции, всякий конструктивный разговор со слугами народа. Они их будут троллить, гнобить, ставить на место. А какая часть тогда конструктивной оппозиции еще не захлопнула дверь для диалога и кого мы можем отнести к этой самой конструктивной оппозиции? Ну, видите, когда все начиналось, казалось, что такую позицию займет Голос, где действительно много людей с хорошими идеями, которые бы можно было бы предложить. Голос пока занял позицию Голоса Европейской Солидарности, такой молодежной фракции Европейской Солидарности. И тем самым он тоже минусует свои какие-то шансы на изменения. Сейчас возможны изменения путем подключения к игре Зеленского. Показать, у нас есть крутые преобразовательные проекты, у нас есть крутые специалисты, которые о том понимают. И без нас вы, возможно, сделаете то же самое, но медленнее, хуже. Или, может быть, вы вообще в этом ничего не соображаете, а мы соображаем. Ребята, давайте работать вместе. Потому что цель у нас одна. Действительно, вот так, чтобы, извините, когда следующих наших каких-то там заложников вернут, ребята скажут, о, как Украина изменилась. Цель-то вот одна, общая. Если цель посидеть на лавочке, побурчать, как нам не нравится, что происходит, ну так и все, вы остаетесь там. Это бесперспективно. Сейчас перспективна оппозиция к Зеленскому из будущего. Зеленский сказал, что он не идет на второй срок. Ну, пока я думаю, что он сам так думает. Он себя в этом уверил, для того, чтобы не потерять форму. Как бы, да, должно быть все быстро. Потому что если он себе скажет, что там два срока, произойдет, естественно, расслабление. Дедлайн отодвинут. Но критика нынешней власти должна вестись с позиций послезеленского. Что будет послезеленского? А послезеленского должна возникнуть ситуация, когда мы спокойно придем к моменту следующих выборов и не будем бегать, как испуганные тараканы по кухне, где включили свет. За кого же проголосовать? За очередного человека и не из политики? Откуда? Где? С Марса? В партии слепанные быстренько на коленке и так далее. То есть произойдет естественная нормализация политического процесса. Вот с этой стороны нужно, безусловно, оттуда, спереди критиковать Зеленского, который туда, куда-то устремляет. Но вот у нас же как раз сейчас, по идее, стартовал какой-то процесс, как мне кажется, и как говорили здесь тоже многие наши коллеги, процесс отмирания старых партий, появления каких-то уже новых политических образований. Они уже не вокруг, или скажем так, не всегда вокруг каких-то вождей, не всегда вокруг конкретных людей, а уже вокруг пока еще и часто таких зачаточных, но уже идей, можно даже сказать, идеологий. Вы с этим согласны или пока еще все-таки... Ну а где? Они их не видно. Вот давайте проведем такой мысленный эксперимент, очень простой. Тимошенко, вы руководитель социологической компании, вам пришли, говорят, мы хотим провести замеры, ну как обычно, да, вот за кого бы проголосовали в следующее воскресенье, все. Вы кого включите в список, а, президента, и б, в партийный список? Это вопрос невероятно сложный. Согласитесь, да? Да. Так, хорошо, окей, Зеленский на следующий выбор не идет. Так, значит, Зеленского в списке, ну, допустим, нету. Убираем Зеленского. А кто? Порошенко? Ну, наверное, уже нет. Нет, Тимошенко. Кто? Пусто, ребята, пусто. Что касается партий. Ну, я прошу прощения, но ведь еще какой-то год назад никто не мог бы поверить, если бы нам с вами сказали, что будет Зеленский не просто баллотироваться на президенты, а еще и победит с отрывом. Абсолютно. Втрое. Мы тоже не поверили, сказали, вы что, издеваетесь над нами? Потому что это была реакция, полная недоверие, вообще, как бы, дисквалификация украинского политического класса. Всех гамузам. Кого-то, может, даже и несправедливо. Кого-то, ну, кого-то сейчас вот возвращают. Они там кого-то, Чумака вернули на пост замы. Да. Прокурора, да? Неожиданно, как бы, так. Через Саакашвили и Гриценко вот один вернулся. Окей. Но, на самом деле, да, это дисквалификация политического класса. И вот, что должно произойти, помимо, помимо, помимо многого всего, что висит и чего ждем мы от команды, это нормализация политического процесса, чтобы, еще раз говорю, через пять лет прийти совершенно нормально, не метаться, что тут вот у нас вот люди Кремля, а тут вот у нас люди, не знаю, там, Улан-Батора, там, да? Везде будут люди Киева, и везде это будет нормальный выбор. Прервемся еще раз на новости рекламу. МАГИЯ СЛОВО Возвращаемся к разговору. Напомню, Леонид Шевец, гость сегодняшней программы. Я вот сейчас, о чем хочу поговорить. Есть немало опасений, и наши коллеги с вами высказывают, и не только наши коллеги, и бывшие представители власти, и люди вообще далекие от власти, о том, что вот сейчас вот-вот сдадут Донбасс, рассказывают об этой самой формуле Штайнмайера, цитируют министра иностранных дел Пристайка, который говорит о том, что есть какой-то прорыв в отношениях с Россией. Вообще, насколько может быть или не может быть прорыва в отношениях с государством-агрессором? Ну, смотрите, мне страшно понравилось. Недавно я тоже вот в новости серфил, пытался тоже вот эту ситуацию вокруг формулы Штайнмайера понять. Я наткнулся на пост Сергея Сидоренко, ну, вы знаете, это один из наших лучших международников-журналистов, который знает, уж во всяком случае знает эту тему получше, чем кто-то иной. Ну, Сергей пишет, черт, все так разбираются, говорит, я не знаю, что такое формула Штайнмайера. Потому что там есть несколько ток, есть варианты. У Штайнмайера спроси, он не то будет вилять. Да, 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 да. Вот, поэтому вот эта вот вся волна зрадоньки, она так прекрасна, да, с тех пор уже было несколько заявлений тех, этих, ну, Волкер, ну, Волкер, достаточно, Курт Волкер, да, который сказал, что нет, до тех пор, пока там российские силы, понятно, никаких выборов не будет. Ну, раз выборов не будет, значит, какая формула Штайнмайера, она будет реализована только, когда их там не будет. Не будет, ну, и нет, на нет и суда нет, да, такое-то. Совершенно понятно, что ситуация со сменой власти в Украине, она расконсервировалась, да, потому что понятно, что и в Кремле ждали выборы. Я напомню, что обмен заложниками, пленными последний раз был в декабре 17-го года. На 17-й год они все отложили, никто ничего не собирался делать, а 19-й, да, ждали, какая будет власть, как она изменится. Никто не хотел подыгрывать Порошенко, безусловно, да, а со следующим, может быть, что-то бы и получилось бы. Не будем забывать эту схему с попыткой впихнуть куда-то повыше Юрия Бойко, представителя фракции, связанной с Медведчуком. Вот. Планы не, 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 самые худшие планы не прошли, кремлевские, да, но власть сменилась, да, и установка на заключение мира, она очевидна, да, у Зеленского он это не скрывал, он с этим шел. С другой стороны, это дает возможность Кремлю действительно, может быть, порешать какие-то неприятные для себя вопросы, попытаться порешать. Попытаться, понятно, взять максимум. Это, я вспоминал встречу с Коболевым, он рассказывал, как ведутся разговоры с представителями Газпрома. Они обычно лепят что-то вообще самое такое несуразное, пытаются вот как бы взять нахрапом, как бы ошарашить. Ну, не получилось, потом они отходят на какие-то одни заготовленные позиции, на вторые, третьи, там глубоко ошелонированы, готовятся очень здорово, да. Но вот российская манера переговоров, это начинается вот с того, давайте, вот так, по самые не хочу, как говорится, да. Безусловно, любые переговоры с Россией будут тяжелыми. Это очень тяжелые переговорщики, очень профессиональные переговорщики, очень циничные переговорщики. Насколько можно считать союзниками Запад, а какие у нас основания не считать их союзниками? Санкции, режим санкций работают, да, он постоянно возобновляется. Поэтому, да, предстоит тяжелая дипломатическая борьба. Я уже перечислил вот нескольких наших, там, Пристайка, да, Кулеба, нескольких наших дипломатов, которые, ну, еще раз говорю, никто не сомневается ни в их профессионализме, ни в патриотизме. Они скорее, не знаю, там, застрелятся, да, чем примут какое-то решение в ущерб Украине. Поэтому какие-то вот такие вещи есть. Понятно, что если самого Зеленского поймать где-то там возле туалета, как у нас, да, дипломатический с некоторых пор такой вот мем, и прижать к стенке, он по неопытности может что-то там лишнее. Это все будет происходить в кругу специалистов, и я думаю, что те опасности, которые возможны во время этих переговоров, которые так прекрасно осознает украинский Фейсбук, на Банковой есть кому довести до ведома президента. Ей-богу, ну, вот поверьте, наверное, да. Ну, безусловно, смотрим. Понятно, что вылезти из той каши, которая заварена на Востоке, к сожалению, совсем уж, знаете, когда все будут довольны, невозможно. Это вопрос каких-то... Не надо, когда все будут довольны, потому что все это Путин, все это оккупанты, все это бандиты, которых он туда привез. Абсолютно верно. Так не бывает. Люди, которых он в какой-то степени обманул, обдурил и так далее. Мне кажется, не надо, чтобы эти как раз были довольны. Поэтому в любом случае это будет какой-то компромисс. Безусловно, есть линии, дальше которых идти нельзя. Кажется очевидным, и об этом много раз говорилось, что не может быть, нельзя перейти линию, когда вот... Это территория, которая вернется в Украину. Это не оспаривается. Москва говорит, они вернутся. Главное, чтобы эта территория не имела рычага останавливать, витировать путь Украины в европейские структуры. Никакого права вета на европейский вектор Украины в этих территориях быть не может. Вот это, по-моему, самое главное красное линию. Все остальное, ей-богу, все остальное обсуждается. От амнистии, до выборов, вы нам границу, давайте мы выйдем на нашу границу, а потом мы решим, что там делать. Особый статус? Окей. На этой территории столько лет шла война. На этой территории столько лет топтались русские братья со всеми своими пряниками гуманитарными и так далее, и образование какое там давали детям и так далее. Этой территории, безусловно, нужно давать особый статус. Нужно ли это включать в Конституцию? Наверное, все-таки нет. Но на какое-то время, пока мы там минимально людей, не знаю, это как карантин, да, приведем просто в чувство, вернем людям человеческое достоинство, да. Безусловно, особый статус. Что тут спорить? Вот. Поэтому тут, да, это предмет тяжелых разговоров, тяжелых баталий дипломатических, да, нам нужно искать слабые места у противника и додавливать, потому что им тоже, судя по всему, этот чемодан без ручки тяжеловат. Вот. И надо давить. Ну, посмотрим. Сказать, что вот сейчас пройдет нормандский формат и все порешают. Вот, кстати, нормандский формат. А такого добра еще, я думаю, будет и будет. Это только начало вот этого процесса. Есть ли вообще надежда на нормандский формат, как на ту площадку, на которой можно о чем-то договариваться? Ну, нет. О чем-то договариваться можно везде. Договариваться о каких-то подвижках в нашу пользу, в пользу Украины, а не в пользу, там, противников, в пользу выдуманных фейковых республик, которыми этот противник прикрывается и так далее. Смотрите, у нас порой вызывает удивление, насколько у нас, вот, казалось бы, да, Украина, патриоты, да, здравствуй, там, все, Украина, не Россия, насколько у нас наделяют магической властью и вообще властью Бога Путина, да, вот с Путиным даже вот по телефону поговорить, это значит завербовать, быть завербованным, да. Ну ведь он КГБ, ты с ним поговорил по телефону, он же знает такие приемчики, наверное, да, там, НЛП, не знаю, все, ты уже завербован. Ты с ним садишься за стол, перегор, все, он тебя переиграл, ведь он ведь старый, опытный, он КГБшник, все, все пропало. Он крутит, как может, там, вокруг своей оси Запад, этих, Меркель, Макрон, все, и Трамп, все, Путин победил. Вот, ей-богу, даже в нынешней России, особенно в России протестующей, последнее время особенно ярко, я не вижу такого отношения к Путину, как к такому вообще непобедимому вообще некому такому божеству. Конечно, можно и нужно работать с Путиным, который, извините, с 14-го года загнал свою страну в такой тупик. Страна настолько теряет, она оказалась в изоляции. Вы вспомните, да, наверное, уже не все и вспомнят, а молодежь тогда еще в школу ходила, это же, мы же будем делать, я сейчас как бы цитирую, да, мы же будем делать альтернативу ЕС, это будет, это БРИК, Бразилия, Индия, Китай, БРИК, потом еще Южная Африка. БРИК, а, Южная Африка еще, да, мы все, вокруг России, это все объединится, слушайте, все уже забыли давно этот анекдот, да, Китай брезгует иметь общие дела с Россией, ну так, чисто в свой интерес, да. Все, смешно, а это был 14-й год, Путин, который всех победил, где? Парень довел свою страну, извините, до ручки, и мы говорим, что он победитель, и у нас нет против него шансов, извините, а что мы делаем до 19-14-го года? Это и есть наш шанс, мы удержали самую сильную армию в Европе, ну слава богу, да, как бы не дошло до, но в каком, в том гибридном виде мы удержали их, мы не можем, ну слушайте, ну давайте быть все-таки больше патриотами немножко, чем, вот. Поэтому, мне кажется, конечно, можно, нужно и обязательно мы будем это делать. Если внутри нормандского формата окажется еще и Дональд Трамп, а это уже, если раньше это были там домыслы, предположения, у кого-то может быть пожелание, то теперь это уже высказанное самим Трампом намерение влезть в этот формат. Я прошу прощения за такое определение, но вот по-другому не могу, не могу сформулировать иначе. Что изменится с нормандским форматом? Во-первых, он станет уже другим, понятно, да? Это уже не нормандский формат. Это уже будет какой-то другой формат. Насколько он будет действенным, насколько он будет активным, этот формат? Или там к лебедю, раку и щуке добавится еще какое-то, какое-то четвертое существо, которое будет тянуть совсем в другую сторону? Ну, смотрите, ситуация ведь какая? Ну, во-первых, давайте сразу так. То, что говорит Дональд Трамп и то, что он делает, это две большие разницы. Да, и то, что он твитит, это еще третья разница. То, что он там что-то выразил, какую-то там готовность где-то чего-то, это неизвестно, когда будет. Приближается 2020 год, сейчас выборы как понесутся, и он будет отвлекаться на то, что он будет смотреть все праймери, будет комментировать всех демократических кандидатов. Там еще трое республиканцев хотят ему тоже как бы нашкодить. Посмотрим. Я думаю, ему будет просто, честно говоря, будет не до этого. Я не очень верю, что он к нему присоединится, а там мы уже, я думаю, будем иметь дело, ну, наверное, с другим президентом. Я не хочу тут давать таких этих самых, наверное, да. Вот, поэтому американская сторона тут постольку, поскольку. Сейчас в Европе сложилась такая ситуация, что откуда Макрон, да, ну, единственный взрослый в доме остается. Госпожа Меркель уходит, да, уже очевидно уходит, она уже как бы так, да. Борис Джонсон занят тем, чем он занят. Спасением Брекзита от Брек... ну, короче, там ему тоже не до всего, да. И Европа осталась на Макроне, как ни странно. На самом, кстати, вот тоже шел же, тоже выскочка. Кто такой вообще, господи, там без году недели сколько он там проработал, там, тем министром экономики и информационных технологий, если я не ошибаюсь. Все, раз пришел человек, завел тоже самую большую фракцию, кстати, в парламент, да. Сейчас Европа на нем лежит. Он отвечает за ценности Европы, да, поэтому столько внимания к нему, столько разговоров о нем и его инициативах. И он хотел бы себе повесить вот эту медаль, ну, снятие какой-то, по крайней мере, самый такой вот перевод на более мягкую стадию вот этого конфликта. Ну, к сожалению, если это так, то это очень грустно, потому что он тот человек, который заискивает перед Путиным, не скрывая совершенно. Нет, 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 я все-таки не считаю, что заискивает. Да, безусловно, у него позиция не жесткая, но она объясняется, это как бы, знаете, держать сумасшедшего рядом, да, не за спиной, а перед собой. Вот я бы так ее скорее объяснил. А для этого сумасшедшему не надо говорить, что он сумасшедший. Вот как Ирине Герасченко, не надо обзывать Гитлер-Юген, там, своих коллег во парламент, вот точно так же Путину, считает Макрон, не надо в глаза говорить, что он сумасшедший диктатор и что вообще, ну, его к черту, да. С ним надо разговаривать, чтобы понять, что у него в голове, понять, на какие точки можно надавить, использовать. Поэтому я бы все-таки в Макроне не видел сторонника Путина. Макрон сторонник Франции, которая хочет, видит возможность сейчас играть, ну, гораздо большую роль, чем она была к моменту прихода Макрона к власти. Спасибо большое. Напомню, Леонид Швец был гостем сегодняшней программы. На этом прощаемся. Всего доброго. Счастливо. Радио НВ